Молодежный парламент Молодежный парламент Молодежный парламент Совсем недавно молодежный парламент Был вновь избран Сколько сейчас человек в него входит И кто эти люди Непосредственно 15 членов То есть 5 членов были отделегированы А 10 были избраны И также у нас в составе консультанты А кем члены делегируются? Кем члены общественной организации А какие требования к членам молодежного парламента Это какой-то возрастной ценз может быть Какая-то общественная работа, опыт должен быть Требования, во-первых, 16 плюс возраст Обязательно непосредственно проживает На территории Одинцовского муниципального района И хотеть творить Великие дела на территории Одинцовского района А до какого возраста Можно присоединиться к молодежному? До 35 лет То есть определение молодежи Здесь оно действует в полной мере А я хочу напомнить телезрителям, что выборы В молодежный парламент Не только Одинцовского района И по всей Московской области Прошли в один день, 29 ноября И съемочная группа нашего канала Следила за тем, как шло голосование Внимание на экран Молодежные парламенты Горячий резерв всего российского парламентаризма Именно поэтому так важно, чтобы выборы в эти структуры Проходили в полном соответствии С действующими в стране избирательными нормами и правилами Щепетильное отношение к закону Должно быть неотъемлемым качеством Будущих депутатов молодежных советов Открылись мы в 12 часов Закроемся в 19 часов Также, если вы вернете назад Видите все нормативные документы Которые мы повесили в копии формата А3 На данный момент сейчас проголосовало У нас, если мы посчитаем сейчас выездную урну Где-то 70 человек Все по-взрослому В помещении избирательного участка Урны для голосования Наблюдатели Процесс максимально приближен к самым настоящим выборам Профессионалы подтверждают За день не зафиксировано ни одного нарушения Мне кажется, это достаточно важно для всех И, кстати говоря, в том числе И не только для избирателей Не только для претендентов Но и для организаторов этого процесса Потому что, например, молодежная избирательная комиссия Которая у нас Молодежная территориальная избирательная комиссия Одинцовского района Она, собственно говоря, является таким кадровым резервом И это те люди, которые там завтра-послезавтра Будут организовать взрослые выборы Проголосовать за кандидатов в молодежный парламент Могли жители Одинцовского района В возрасте от 14 до 35 лет Для этого был необходим только паспорт Точно такая же процедура в этот день Проводилась в 53 муниципалитетах Московской области Единый день голосования в молодежные парламенты Проводился в нашем регионе впервые И внимание к этому событию было самым пристальным От молодых парламентариев нового созыва ждут многого Нам бы, конечно, хотелось, чтобы наш район постоянно развивался Шел вперед, шел со временем, с новым временем в ногу Поэтому, конечно, нам очень нужен такой молодые, активные, задорные И, конечно, очень талантливые молодые люди Чем раньше ребята и девушки начнут постигать Все особенности управления нашими территориями, тем лучше И вот те принципы, которые здесь на выборах проходят То есть есть такая полная демократия, открытость Я считаю, что это очень хорошо Очень хорошо, что все так организовано И с самого начала прививается высокая культура выборного процесса В полном соответствии с обычными выборами К вечеру голосование пошло более оживленно У ребят закончился учебный день И они потянулись на избирательный участок В молодежный парламент района войдет 15 человек 10 членов будут избраны в ходе прямого голосования Еще пятерых парламентариев от общественных организаций Утвердит районный совет депутатов Очень хорошо, что сегодня есть конкуренция Мы, как бы в нашей команде идет 14 наших кандидатов Которые достойные ребята Ну и с других, других тоже ребят Мы всех не знаем Знаем там с Одинцовского молодежного центра С волонтерского движения Один Вол Ребята баллотируются Увидимся все на первом заседании молодежного парламента Где будут оглашены лучшие ребята И уже будет избираться председатель молодежного парламента В общей сложности в голосовании приняло участие около 200 молодых людей Официально новый состав молодежного парламента района Будет утвержден на специальном собрании Которое должно пройти уже в начале следующей недели Уже все собрания прошли Уже председатель и его заместитель избраны Они сегодня находятся у нас в студии Вопросы, кстати говоря, представителя молодежного парламента Можно задать по телефону прямого эфира 8 495 508 86 84 Вот, кстати говоря, такие вопросы личного характера Почему вы решили стать частью молодежного парламента, Евгений? Ну, это началось достаточно уже давно Я созрел для этого еще в 2014 году Когда впервые 31 октября, как я помню, зародилась идея создания молодежного парламента И органы власти его создали Я тогда подал заявление, пришел туда И буквально уже в августе 2015-го меня избрали Это еще первый созыв был И вот я уже избираюсь в третьем созыве И за это время, скажу, мы получили колоссальный опыт И научились правильно работать Проанализировали все проблемы молодежной политики И ведем уже такую успешную деятельность Но когда мы начинаем заниматься такой общественной деятельностью Мы отчасти преследуем какие-то общественные цели И какие-то свои личные Вот ваши личные цели, что вы хотите получить? Какой-то опыт, какие-то знания? Пойти дальше? Первое, что скажу, наверное, опыт это вообще бесценно С учетом того, что прошлая моя деятельность была Это спортивная деятельность И вот сейчас политическая Но это для меня уже стало работой Поэтому я вхожу не в одну организацию Я также и представляю интересы нашего молодежного парламента Московской областной думы Я являюсь помощником Ларисы Евгеньевны Лазутиной Поэтому для меня это уже целый мир И хотелось бы, конечно, идти именно по этим стопам Выше и выше, достигать новых вершин Ангелина, а вам зачем молодежный парламент и общественная деятельность? Я занимаюсь немного меньше, нежели Евгения Года полтора назад пришла в молодежный парламент Это все получилось через волонтерскую организацию Было множество мероприятий Я пришла, мне жутко понравилось Начали гореть глаза и как-то все закрутилось Начали интересные проекты, парламентские уроки Мы начали проводить встречи с молодыми людьми И начали просто максимально часто собираться Обсуждать насущные проблемы молодежи Как-то все так по-взрослому было Что все-таки относительно небольшого возраста у ребят Например, до 25 лет И в этом возрасте еще ты немного не понимаешь, чего ты ходишь от жизни Ты неопределен А вот ребята, которые окружали меня Они были очень нацелены на серьезную работу И это не могло не восхищать Поэтому я здесь Сейчас возникают споры на разные темы В том числе и есть ли женщине место в политике? Да, Евгений как считает? Ну, почему нет? Ну, конечно, наш интеллект различается Я бы хотела уточнить, в какую сторону Евгений Нет, ну, когда идет обсуждение каких-то проектов Каких-то проблем Очень круто скажу, что имеются разные мнения Соответственно, если имеются разные мнения То, соответственно, можно прийти к более какому-то интересному результату Вот, кстати говоря, да Третий созыв Молодежного парламента Это команда единомышленников? Или вот все разные Поэтому заседания проходят горячо? Ну, каждый в любом случае шел также в парламент со своей командой У нас уже была команда ребят Которые трудились и до этого в Молодежном парламенте И мы их также выдвигали своей командой и другие команды Но у нас прошло нашей командой 8 человек Да, из 15 То есть большинство, можно сказать, у вас? Да, большинство было у нас И сейчас, наверное, с преобразованием городского округа, нашего муниципалитета Скорее всего, квота расширится и нас станет намного больше Конечно бы, честно говоря, хотелось бы это сделать Количество, как и в Совете депутатов Это 40 человек, плюс ко всему коллеги со Звенигорода Которые тоже должны представлять интересы в нашем Молодежном парламенте Поэтому я думаю, что квота в любом случае увеличится В связи с реформой сейчас будет ли переизбрание членов Молодежного парламента? Или просто добавятся коллеги из Венигорода? Будут до выбора До выбора, потому что прошел единый день голосования Уже избрали и уже ведется серьезная работа С учетом того, что мы утвердили годовой план работы Мы приняли море нормативно-правых актов внутренних И решение Молодежного парламента на цельную работу Это нецелесообразно И все равно это лишние затраты и время и силы Вот, кстати говоря, будут до выбора А как оцениваете организацию единого дня голосования В Молодежный парламент в Одинцовском районе? Все ли прошло гладко? Или есть над чем поработать? Вообще я руководил региональным штабом И наблюдал, в принципе, во всех муниципалитетах На выбор Молодежного парламента Я считаю, что мы совместными усилиями это сделали Это и Молодежная территориальная избирательная комиссия Это и областной парламент, и МТИК МО Это Московской области Да, прошли на хорошем уровне Была достаточно нормальная явка С учетом того, что у нас был один избирательный участок На большой такой муниципалитет Люди приходили, люди боролись Была конкуренция И причем голоса были прям От отличались от одного до пяти голосов То есть один человек мог повлиять Как бы на проход Молодежный парламент Да, я оцениваю это Достаточно хороший уровень Вот, кстати говоря, кто может принять участие в выборах В качестве избирателя? Кто может прийти на избирательный участок И отдать свой голос? Да, тут такой тонкий вопрос То есть активным избирательным правом То есть проголосовать может от 14 до 35 лет А быть членом уже от 16 до 35 лет Потому что все-таки в законе о молодежной политике В федеральном законе описано то, что молодежь у нас от 14 до 30 лет С учетом местных законов регионов уже могут устанавливаться требования до 35 лет Ну и, конечно, в крайних случаях до 40 Молодые ученые у нас вообще-то возраст уже достаточно высокий А кандидаты на место в Молодежном парламенте проводили ли какую-либо предвыборную работу? Была ли там какая-то агитация? Какие-то листовки? Какие-то программы? Озвучивались? Можно я скажу? Да, конечно Я хочу сказать, что, например, я собирала когда подписи за свою кандидатуру Конечно, представляла программу Потому что жителям было важно вообще, зачем я туда иду Узнать меня как личность Почему мне это важно и вообще какие, в принципе, я планы хочу претворить Поэтому работа велась, конечно, не просто так члены попадают То есть недаром в сюжете было сказано, да, все как у взрослых Да, там, конечно, немножечко утрировано А вот сейчас, да, уже все заняли свои места И вот хочется конкретики Мы поговорили в общем, чем занимается Молодежный парламент А вот чем конкретно занимаетесь сейчас? Вы над чем работаете? У нас есть структура Мы утвердили решение Молодежного парламента Свою внутреннюю структуру, которая состоит из трех комиссий Это комиссия по местному самоуправлению Это комиссия по правовой деятельности И комиссия по проектной деятельности У нас утвержден годовой план по каждой комиссии И общему молодежному парламенту Ну вот, к примеру, сейчас мы планируем реализовать проект Школьно-ученического самоуправления Возобновлять это, это очень актуально Это очень перспективно Расскажите о проекте, в чем его суть Что вы в его рамках будете делать? Мы планируем создать единую систему Школьно-ученического самоуправления Которая будет во всех школах нашего Одинцовского Уже городского округа Мы хотим, чтобы школьники имели какие-то свои полномочия Уже с младшей скамьи Да, могли уже выходить потихонечку во взрослую жизнь То есть они могут следить за порядком Могут представлять интересы на родительских собраниях Они могут создавать свое собственное средство массовой информации Газеты, помогать в организации мероприятий Школьные стенды, да и много всего То есть если создать такую единую систему То так мы сможем уже с младших времен Приучать школьников к такой интересной жизни Плюс ко всему это такой некий социальный лифт для молодежи Мы тесно планируем взаимодействовать Своим молодежным парламентом, волонтерскими движениями И уже с ранних времен они могут ходить уже свет И более высокую организацию То есть в общем-то где-то это ваша смена в будущее Ну да, да, это было бы очень актуально Если бы мы смогли сделать такой социальный лифт Скажем так, от школьника до депутата Государственной Думы Сколько заседаний молодежного парламента третьего созыва уже прошло И какие вопросы на них рассматривались? Ну мы уже будет, если не ошибаюсь, пятое заседание Первое заседание называется у нас организационное заседание Первое организационное заседание молодежного парламента На котором мы избираем рабочие органы молодежного парламента Это председатель, заместитель, секретарь, руководители комиссии Это самое такое ответственное заседание На втором заседании также мы уже приняли решение по нашим новым нормативным правым актам в виде утверждения рейтинга, рейтингирования внутреннего молодежного парламента. Это решение об обращениях также, потому что мы сейчас планируем, чтобы люди могли к нам обращаться. Мы принимали, регистрировали эти обращения, реагировали на них и решали. Ну и соответственно утверждали наши проекты, рассматривали их. На каждом заседании мы в обязательном порядке ведем отчет руководителей комиссии и руководителей рабочих групп, которые непосредственно создаются на заседаниях парламента. И также награждение было по фотоконкурсу. Приглашаем экспертов, коллег, организовываем также тренинги, семинары для прокачки наших уже внутренних членов молодежного парламента. А что касается обращений граждан, по опыту прошлых лет, с какими вопросами обращаются в молодежный парламент? Знаете, вопросы абсолютно разные. Есть вопросы, которые не в нашей компетенции. Но мы никогда не отказываемся от этого. Если вопрос не в нашей компетенции, то мы просто этот вопрос, это такое некое связующее звено, которое напрямую взаимодействует как с Советом депутатов, так и с местной администрацией, так и с иными коммерческими, некоммерческими, общественными организациями, структурными подразделениями, подведомственными организациями. И мы перенаправляем. То есть мы можем взять это обращение, зарегистрировать, сходить, пообщаться, все сделать и официальный ответ дать, перенаправить. А есть обращения, которые, конечно, мы рассматриваем. Могу привести пример той же самой несанкционированной свалки, которую мы обнаружили, как бы к нам обратились жители, мы обратились к Госатомтехнадзору, вроде как решили данный вопрос, потом вроде опять она возобновилась. Так вот сейчас с Дмитрием Акадьевичем Голубковым решаем этот вопрос. Поэтому разного рода кто-то жалуется, что там есть какие-то проблемы со стороны каких-то учреждений спортивных, культурных. Соответственно, мы делаем свою внутреннюю общественную проверку. Вот такого рода. Вот сейчас вы сами затронули тему мусора. С 1 января мы перешли на раздельный сбор. Как вы относитесь к этим изменениям? И молодежный парламент работает ли в этом направлении? Потому что сейчас, конечно, нужно людям активно помогать в эту систему включиться. Скажу честно, мы активно включились в работу, потому что мы считаем, что это очень важная проблема. И давно надо было к этому уже приходить. Сейчас такая есть небольшая социальная напряженность со стороны наших жителей Одинцовского района. Почему? Потому что они, наверное, немножко не понимают сути происходящего. Поясню. Сейчас у нас, к нам утвержден русский региональный оператор, который обслуживает. Ну, мы входим в рамки этого, наш муниципалитет в рамки этого оператора входит. Так вот, правительство Московской области, если брать квартиры и ИЖС, установлены норматив 0087 и тариф 949-56. Если суммировать, исходя из площади, то выходит достаточно интересная сумма. К примеру, если кто-то владеет ИЖСом в 300 квадратов, то на выходе максимальная предельная сумма оплаты вывоза мусора уходит около 2,5 тысяч. Это большое, но это предельная сумма, и люди этого не понимают. А наш русский оператор, в принципе, установил достаточно приемленные нормативы. То есть, к примеру, там 60-100 квадратов – около 200 рублей. Там 300 квадратов вывоза мусора – 500 рублей. Также это можно заключить договор двумя способами. Это вот первый, который я озвучил. И второй – это можно приобрести контейнер определенных литров, к примеру, 360 литров или кому-то 800, и оплачивать уже непосредственно за вывоз одного контейнера. Кому так удобно. Вот я так думаю, что у нас сейчас с вами будет опыт принятия обращений от жителей, которые дозвонились к нам по телефону 8495-508-86-84. Здравствуйте. Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Иван Иванович. Я очень приятно слушаю ваших там молодежь, парламент молодежного. Я хотел бы просто, вот мы сейчас, вы начали говорить о оригинальном там операторе. Вы понимаете, получается завышенные тарифы. Вот будут брать из каждого квадратного метра 9 рублей 99 копеек. Это получается 10 рублей. Вот у меня квартира 56 квадратных метров, я буду платить 560 рублей. Это раз. Мы платили управляющей компании 160 рублей. Вот посчитайте, во сколько обходится мусор. Это раз. А во-вторых, раздельного мусора сейчас пока нету никакого. Как были эти стали баки на горах 16 живых, так они остались. Сортировки никакой нету. Я бы с удовольствием носил бы куда-то это. Тоже нету. Во-первых, смотрите дальше. У нас производитель, который тару выпускает, деньги осчисляет государству за переработку тары. Почему я купил бутылку молока и я должен еще за эту тару платить? Вы понимаете или нет? Рад. Пришли операторы, назначили себе должности. Генеральный директор, заместитель. У нас в Одинцово начальник отдела, коммерческий директор, финансовый начальник отдела. Это наша зарплата. Вы понимаете? Я где по Одинцову не хожу, эта тема муссируется. Если ваши представители хотят со мной связаться, я хочу им все это показать, рассказать. Да, ставьте, пожалуйста, Иван Иванович, свой номер телефона мы обязательно передадим молодежному парламенту. Я готов, в принципе, ответить на вопрос. Обязательно. Вкратце ответить на вопрос. Первое, наверное, хотелось бы сказать, что сейчас мы будем работать в этом направлении и было бы интересно, конечно, слышать мнение всех жителей, так как мы все-таки такое связующее звено между молодежью и органами власти. Поэтому мы, наверное, будем проводить в ближайшее время круглый стол и с удовольствием пригласили бы население разного поколения, как и молодежи, так и более старшего поколения. Будем надеяться, что Иван Иванович оставит свой контакт и идет. Да, если оставит, будем очень рады, пригласим обязательно. По поводу тарифов, я немножко здесь вот услышал, какой-то очень завышенный тариф. У нас есть норматив, который установило правительство Московской области. Норматив, в принципе, не меняется ни вверх, ни вниз. И есть предельная стоимость. Ну, соответственно, оператор может установить ниже стоимость, да, плюс имеются определенные скидки. И на данный момент, да, исходя из информации, которая была предоставлена официальных источников напрямую, мы связывались с русским региональным оператором. Он подтвердил все то, что они официально опубликовали, поэтому 560 с чем-то рублей за такое количество квадратов не может быть просто оплаты. Это какое-то недоразумение, потому что, говорю, готов как бы встретиться. Объясните, есть информация, на которой указывается, что там достаточно меньше. Да, ну, будем надеяться, что Иван Иванович оставил свой телефон. А, ну, хочется, да, продолжить о работе молодежного парламента. Как относитесь к опыту старших коллег? Это прошлый век или все-таки прислушиваетесь? Конечно, прислушиваемся. Если мы хотим стать грамотными политиками, конечно, нужно прислушиваться к мнению старших коллег. Вот, например, Дмитрий Аркадьевич Голубков. Он курирует нас, он нас поддерживал непосредственно в день голосования. Он приходил к нам на одно из заседаний, мотивировал, рассказывал о своем опыте. Мы также задавали множество вопросов ему. И такой очень интересная встреча получилась. И также мы хотим пригласить его на наш проект «Дискуссионный клуб». Это проект в рамках нашей проектной деятельности, нашей комиссии. Очень хотим, чтобы он присутствовал, поделился опытом. Какую-то тему он нам рассказал, а мы, может быть, поаргументировали, поспорили с ним. Поэтому, конечно, нужно общаться. Также у нас всегда присутствует и Лариса Евгеньевна Лазутина. В принципе, курирует в регионе данное направление. Поэтому они с Дмитрием Аркадьевичем избирались от нашего округа. Они нас поддерживают, они приходят на наши заседания. Мы вместе взработаем. И самое, наверное, одно из самых важных, что мы участвуем в приеме граждан вместе с депутатами Московской областной думы. То есть, Лариса Евгеньевна уже три раза были. Даже какое-то обращение помогали, отрабатывали совместно. Это хороший опыт. Хороший опыт для молодых парламентариев, для тех, кто особенно хочет связать свою жизнь с политикой. Ну, опыт любой хорош. Вот опыт телеобращения, я думаю, что стоит продолжить. 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да-да-да, мы вас слушаем. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сейчас слышу, что будут брать от площади, а нет проживающих на этой площади людей. Это правильно? Правильно. А почему? Смотрите, на этой площади может быть 10 человек, и я одна. Это, а как же, сколько мусора? У одного один выбрасывается, и сколько 5 человек выбрасывается? Ну, этот я вам отвечу. Спасибо большое за вопрос. Спасибо большое. Я не могу отвечать полностью за региональные органы власти, как бы за федеральные органы власти, за нашего оператора, но принято было решение о том, что будут исходить из площади, и это связывает непосредственно с миграцией. Ну, как бы, я согласен, тут двоякое мнение, но это такой пилотный проект наш, изначальный нашего государства, поэтому, ну, я думаю, что будет совершенствоваться все. Тут и из площади как-то неправильно, и из количества проживающих. Как бы прописано, может быть, там один человек, да, а проживать 15 человек. Соответственно, на этой территории будет, если вывоз мусора будет происходить там контейнеры, ну, поставят контейнерную площадку раздельного мусора. Поставят, к примеру, 20 домов проживает на данной территории. И как бы в одном прописан один человек, но живет 50. И как жителям, когда эти все 50 человек, мигранты, допустим, да, будут этот мусор в общий контейнер ежедневно сбрасывать? Тоже неправильно. Исходя из площади. Но я еще раз говорю, тут нужно разобраться, очень внятно разобраться в тарифах. На то, что такие звонки поступают, это говорит о том, что круглый стол по раздельному сбору мусора очень и очень нужен вам. Да, пусть все оставляют контакты, мы пригласим, совместно пообсуждаем, пригласим экспертов, возможно, выйдем на оператора, чтобы он тоже поприсутствовал, хотя он уже приходил к нам в Севский район, поэтому он также открыт к диалогу. И, я думаю, с удовольствием присутствует. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495 508 86 84. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Мы вас слушаем, как вас зовут? Алло, алло, меня зовут Галина Александровна. Очень приятно, Галина Александровна, задавайте ваш вопрос. Я задаю вопрос примерно такой же, как мужчина перед этим задавал. У нас с мужем вдвоем 44,4 метра, и нам пришла платежка за январь месяц 402 рубля. Это правильно или нет? Я, конечно, оплатила, но не знаю, что дальше будет. А вы заключали договор с оператором? Нет, не заключали. Ну вот нужно разобраться. А нам никто его не предлагал. Ну, это договор оферты, здесь, собственно, действуют правила, если ты оплатил, то, соответственно, договор заключил. Да, еще вынесена такая статья 6.12, если я не ошибаюсь, Кодекс об административных правонарушениях Московской области. Но в случае незаключения договора административный штаф в размере 5000 рублей. Поэтому, в принципе, говорю еще раз, как бы предоставляют условия определенные, достаточно сейчас интересные для заключения договора. Поэтому стоит в этом разобраться, все-таки рассмотреть варианты. Так нам же не предлагал никто этот договор. Я думаю, что на самом деле... Нам прислали платежку. И в платежке, значит, указан вот этот вывоз. Да, я понял. Галина Александровна, смотрите, мне кажется, тут, во-первых, надо изучить вопросы возможных льгот, а во-вторых, вы живете наверняка в многоквартирном доме, правильно? Нет, 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 нет. Мы живем в пятиэтажном доме. В пятиэтажном доме. Улица Бирюзова, дом 20. 44,4 метра. Спасибо большое за ваш звонок. Я надеюсь, что вы оставили ваш номер телефона, и наши молодые парламентарии обязательно с вами свяжутся и хотя бы разъяснят вот ту ситуацию, которая на данный момент складывается. Но я предлагаю немножечко от темы раздельного сбора мусора отойти. Давайте расскажем еще о том, чем вы занимаетесь. Это же ведь не только заседание, правильно? Это еще и какая-то другая активная деятельность. Вот расскажите об этом. Конечно. У нас, мы вообще, в принципе, открыты для диалога не только на территорию Одинцовского района. У нас есть достаточно определенный опыт, который мы готовы давать и принимать также опыт. Мы ездим на, у нас есть межмуниципальное сотрудничество с другими молодежными парламентами, как в регионе, так и в других регионах. Также ездили на молодежный саммит Владимирской области, представляли как наш регион, так и Одинцовский наш молодежный парламент. Поэтому у нас вот такие вот есть встречи, мы заключаем такие договора с другими парламентами о совместной деятельности, о совместной работе. Также мы участвуем в круглых столах, в семинарах, стараемся взаимодействовать как и с некоммерческими, так и с коммерческими организациями, делать совместные социальные проекты. Мы занимаемся также и благотворительностью. Давайте, может быть, несколько про социальные проекты и про благотворительность. Да, мы взаимодействуем с Старгородковской школой-интернатом, пассион детского воспитания. В основном мы устраиваем как бы внимание, устраиваем праздники для данных детишек. Где-то, где есть возможность, привлекаем спонсоров, помогаем какой-то социальной помощью. Также возили даже на финал шоу «Голос детей». Ну, в таком формате организовываем мероприятие, помогаем, чем можно. Мы как бы не только молодежью ограничимся. Если к нам обращаются, мы с удовольствием стараемся разобраться в проблеме, посмотреть, оценить и попробовать решить ее. Очень сложно, много обращений. И также и критика присутствует, потому что все-таки у нас такой молодежный орган, но у нас очень большой загруз, большая работа, и мы своими силами стараемся реализовывать. И самое главное, мы открыты, мы готовы приглашать всех на наше заседание, и будем безумно рады, если к нам будут приходить, давать идеи, те же самые молодежные наказы, которые мы готовы отрабатывать. То есть в этом плане мы с удовольствием. Я бы хотела дополнить. Давайте, Ангелина. Как правильно Евгения заметила, что очень много загруза происходит, то есть серьезных вещей, но также мы любим поиграть в мафию, просто банально собраться, пообщаться с манженарием. Например, недавно в воскресенье мы проводили на Лазутинке у нас тренинг. Мы прокачали как личности, то есть вроде как мы изучаем друг друга, но в достаточно такой неформальной обстановке, поэтому помимо всяких встреч, заседаний важных, решений вопросов, мы также просто отдыхаем. Был праздник Ледома Дворца Армада? Да, конечно, чтобы присутствовал креатив. Да, недавно был праздник у нас. Я желаю вам удачи в вашей деятельности, и пусть те цели, которые вы перед собой ставите, будут обязательно достигнуты. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова